10 лет самостоятельных расследований и тысячи раскрытых преступлений. Сегодня Следственный комитет Российской Федерации празднует свой юбилей. Напомним, ведомство было образовано в 2007 году при прокуратуре. В Оренбурге этот праздник своим считают 245 человек. Их задача раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления и вводить на чистую воду тех, кто замешан в коррупционных делах. Свой долг они выполняют порой не отрываясь ни на выходные, ни даже на обед. О бывалых и начинающих виновниках торжества следующий материал. У них общий праздник, общая фамилия и общее призвание. Они следователи. Дед бывалый, бывших не бывает, внук начинающий. Сегодня, в 10-й день рождения Следственного комитета, здесь с особым трепетом честовали тех, кто приложил руку к созданию ведомства. Своему деду Жене экскурсию по новому зданию решил проводить сам. Вот я узнаю пишущую машинку, она у нас была. Она была у секретаря. А мы писали ручкой сами, предокол допросов, шариковой ручкой. Он будет удивляться, как ребенок, признается. Его поколение о таком и мечтать не могло. Полвека назад главными инструментами следователя были голова, да самая обычная шариковая ручка. Сегодня все, что нужно для раскрытия особо тяжкого преступления, по сути, умещается в таком вот рюкзачке. Источник света. Очень удобно обнаруживать биологические следы. А вот смотрите, да, интересно, смотрите. То есть, выехал на место происшествия, да? Да. И что я делаю с ним? Предположительно, где биологические следы какие-то есть, преступления, свет наводится, они будто отражатся. Это сюда же ваше? Да. Навигатор. О, конечно. Точные координаты дает. То есть, уже не забудешься. Нахождение и не забудешься, и позволяет точно установить место. Алиль Хисматуллин отдал службе больше 30 лет. 10 лет был следователем, 20 прокурором. И детям, и внукам он постоянно повторял. Нет, профессии сложнее. Но сначала по его стопам отправилась дочь, а теперь вот и внук. Четвертый год при форме. Я им говорил, что работа сложная, тяжелая, понимаете, что надо несколько, сто раз подумать, прежде чем пойти на эту работу. Ну, видите, вот. Я, конечно, сейчас горжусь. Видите, вот. Для меня это был пример мужества, отважной работы. Я считаю, что следовательно работают настоящие мужчины, потому что работа действительно тяжелая в каких-то моментах. В каких-то моментах бывает легче, в каких-то тяжелее. Не каждый человек способен, грубо говоря, выехать на осмотр место происшествия, увидеть то, что там обычно происходит. Для этого нужны определенные качества человеческие, храбрость, мужество. Поэтому вопрос выбора профессии не стоял. Впрочем, те, чьими руками создавался следком уверенный, следователям нужно родиться. Можно прочитать тысячи книг, вооружиться компьютером, тепловизором, навигатором, но главный инструмент все-таки в голове. Следователям, ну, может человек быть, его можно научить, любому можно научить, но у тебя такое чутье и что-то должно природой. Ты должен немножко мыслить неординарно. И у тебя при допросе лицо нужно допросить так, но раз доказательств нет, но если ты его допросишь грамотно, и он, если совершил преступление, признается однозначно. За десятилетия службы изменилось, конечно, многое, но и неизменное осталось. Та психологическая нагрузка, с которой приходится иметь дело каждый день. За свой век работы ветераны следствия видели сотни смертей. Точнее, не просто видели, пережили. Их нервы только кажутся стальными. Голос нет-нет, да и дрогнет. За мою бытность, через мои руки прошли, ну, я скажу, сотни смертей. Однако, однако, вот привыкнуть к виду, к виду мертвого человека, достаточно сложно. Потому что не только ты труп видишь, а видишь уходишь родных людей. Ну, представьте себе, там, несчастный случай простой. Там, пять ребят пошли на речку, покопали там под берегом какую-то яму или чего-то, и ты о берег обвалился, и они остались там. И вот эти ребята, когда выбирались, там, оцарапали все пальцы, старались не сдохнуться, выбраться, но не выбрались, остались. И вот пять семей, стоит страшный плач, ужас, бои, горе этих людей. А тебе надо работать, этих людей опрашивать, узнавать, как ушли, почему их оставили, почему одни ребята были. Забыть, отключиться полностью, это практически невозможно, тут все об этом говорят, и я это подтверждаю. Но главный еще и немаловажный фактор способности следователя – переключаться. Вот и сегодня, в честь юбилея ведомства, далеко не все сотрудники Следственного комитета смогли переключиться. Многие виновники торжества свой профессиональный праздник встречали на рабочих местах. Те же, кто выкрыли час, смогли почувствовать себя настоящими героями. Их многочисленные заслуги перечисляли вслух, им публично говорили спасибо, но желали, чтобы поводов для проявления геройства в области все-таки было меньше. За прошедшие 10 лет работы сотрудники областного управления Следственного комитета Российской Федерации раскрыли сотни сложных преступлений и хотел бы от имени Оренбургцев поблагодарить вас и поздравить с вашим юбилеем. Здесь вспоминали о том, как рождалось ведомство, о том, как непросто было поначалу, как обрастали оборудованием, строили собственное здание, но прежде всего, как складывалась команда профессионалов-единомышленников. Установление ведомства. Безусловно, в первую очередь вопрос стал по кадрам, потому что нам нужно было набрать 200, по-моему, 57 или 263 человека на тот момент. 110 человек сразу переходило из прокуратуры, это действующие следователи и криминалисты. И в то время, надо признать, моя задача была в том, чтобы как можно больше оставить в прокуратуре, а задача Сергея Федоровича была в том, чтобы как можно больше техники лучших людей забрать в следственный комитет. У нас арбитром всегда выступал Анатолий Михайлович Адов. С кровью от сердца отрывал, как передал. Ну, естественно, было жаль. Действительно, ни самых худых работников, ни самых плохих, действительно лучших Сергея Федоровича прошло, да, ну, дайте мне этого. Ну, 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 вот, и определенный торг, конечно, происходил. Однако пары лет хватило, чтобы Следственный комитет Оренбургской области вырвался в лидеры и стал одним из лучших в стране. За 10 лет командой возбуждено почти 18 тысяч уголовных дел. И сегодня те высокие показатели, которые есть в Оренбургском следственном управлении, показывают, что путь, проделанный за 10-летие, очень большой. Вы сегодня занимаете лидирующее место в Российской Федерации. А когда торжественные речи стихнут, песни умолкнут, следователи, юные и зрелые, снова отправятся на службы. И только белые рубашки напомнят о том, что сегодня их профессиональный праздник. Екатерина Киселева, Вадим Доминов. Наше время. Субтитры создавал DimaTorzok